Вы существуете как абсолютное блаженство. Добрый вечер. Добро пожаловать. Замечательно снова быть с вами. Приветствую вас от всего сердца. Добро пожаловать. Вы хотите прямо сейчас услышать, что я буду говорить. Но я говорю, что сидение в безмолвии в тысячу раз сильнее слов. Тишина сатсанга переполнена любовью и милостью. Все, что вам действительно нужно сделать, это настроиться подобно радиоприемнику. То же самое сатсангом. Когда мы тихие и спокойные, тогда ум настроен на милость и любовь. И что же происходит? Вы чувствуете присутствие внутри себя. Вы чувствуете силу. Вы чувствуете, как радость бьет ключом внутри вас. Вас переполняет такое счастье, какого вы никогда раньше не испытывали. Слова это хорошо, но нет ничего подобного безмолвия. Многие из нас практикуют Адвайта Веданту, недвойственность, в течение многих лет. И все же кажется, будто мы попали между молотом и наковальней. Молот и наковальня. Я видел молот, но я никогда не видел наковальню. Под этим я подразумеваю просто то. И это. Мы изучаем множество мудрых духовных изречений. Из книг и сатсангов мы узнаем, что я – это чистое осознавание без предпочтений и без усилий. Что я – это высшая реальность. Что я – это Брахман. Но с другой стороны, мы чувствуем совершенно противоположное. И мы говорим себе. Я чувствую себя одиноким. Я чувствую себя подавленным. Я чувствую, будто где-то что-то не так. Я чувствую то. Я чувствую это. Таким образом, мы оказались между молотом и наковальней. Что же нам делать? Если мы действительно настроимся на сатсанг и на свои внутренние силы, то обнаружим, что происходит нечто очень интересное. Существует одно слово, являющееся общим для обоих этих чувств. Для высоких духовных чувств в относительном мире. И это слово «я». Если мы говорим «я чувствую, будто я Брахман» или «я чувствую, будто я осознавание без предпочтений», или «я абсолютная реальность», или «я замечательный», то мы делаем ошибку. Потому что говорим «я» и отождествляем себя с человеческим телом. Человеческое тело никак не может быть осознаванием без предпочтений. То «я», которое, как вы считаете, является человеческим телом, никак не может быть абсолютной реальностью. Поэтому, когда вы говорите «я Брахман» или «я осознавание без предпочтений», никогда ничего не произойдет. Потому что вы уже есть то. Таким образом этого не может быть. Еще раз. Когда вы ссылаетесь на то, что вы подавлены, то вы говорите «я в депрессии», «я чувствую себя ужасно», «я чувствую то», «я чувствую это». Вы используете то же «я». Понимание этого представляет собой начало мудрости. Вы используете одно и то же «я» для обозначения обеих сторон одной медали. Таким образом, вы никогда никуда не попадаете. Так что же делать? Вы начинаете с того, что понимаете, что «я» – это только мысль. И именно «я» чувствует все эти вещи, а не вы. Это «я» выражает все эти вещи. Это «я» восклицает. «Я чувствую себя больным. Мне жаль себя. Я чувствую, вот я Бог. Я чувствую, что я Брахман». Но тем не менее, на самом деле, вы ничего не чувствуете. Жизнь продолжается. Ничего не происходит. Потому что вы используете ваше «я» для того, чтобы идентифицировать все. Но затем вы приходите к выводу, что «я» переживает все это. Не вы, но «я». И тогда вы начинаете понимать, что «я» думает, что оно – это Брахман. Что «я» думает, что оно – это абсолютная реальность. «Я» верит, будто что-то не так с его жизнью. Я верю, что я родился, я умру, что у меня есть проблемы. Я считаю, что все хорошо. Я считаю, что в моей жизни всегда все будет хорошо. Мы всегда используем «я» и это важная часть. Нам нужно отделить «я» от реальности. И вы можете сделать это, если поймете, что вы – это не «я». У вас нет абсолютно ничего общего с «я». Я не имею в виду «я» истинное, как Бога. Я имею в виду то, как вы используете «я» в каждодневной жизни. Позвольте мне повторить еще раз. Причина, по которой некоторые из нас прогрессируют так медленно, заключается в том, что мы используем «я» как аффирмацию. Вы говорите «я» осознавание без предпочтений. Когда вы говорите «я», то имейте в виду материальное «я», тело. А тело – это иллюзия. Оно никогда не может быть ничем другим, кроме иллюзии. Поэтому, когда вы говорите «я» Брахман, «я» осознавание без предпочтений, поймите, что «я» имеет тот же смысл, что и Брахман или осознавание без предпочтений. Сознание «я» – это Бог. Если вы так говорите, то у вас появляется новый взгляд на эти вещи, не так ли? Вы смотрите на «я» как на реальность, не как на ваше тело и ваши переживания. И если вы сможете понять это и удержать это, когда говорите «я болен», «я ужасно себя чувствую», то будете ловить себя, потому что вы поймете, что «я» – это Бог, и я никогда не чувствую себя больным или испуганным. «я» не может быть ничем, кроме себя, абсолютной реальности, чистого сознания. Но прежде чем вы можете делать что-то другое, сначала вы должны увидеть «я» в качестве «я» мысли, ума. Вы должны понимать, что все, что прилагается к «я» мысли, все ваши эмоции, все ваши чувства, ваше тело, ваш ум, мир, вселенная, все, во что вы верите – это «я». Если бы не было бы «я», то не было бы никого, чтобы верить во что-то. Вам едва ли нужно было бы что-нибудь сказать. Истина заключается в том, что только сказав «я», вы можете сказать все остальное, что следует за ним. «Я» беден, «я» здоров, «я» болен, «я» богат. Все привязано к местоимению первого лица, к «я». Все, что вам нужно делать, – это ловить себя. Попробуйте полностью понять это, и вы станете свободны. Даже если вы будете делать только это, вы станете совершенно свободны. путем понимания, что «я» является мыслью, «я» мыслью, а не вами. А также понимания того, что «я» – это сам бог. «Я» – это полное освобождение, абсолютное сознание. Подумайте об этом. И это очень важно. Одно это уже позаботится обо всем для вас. Если вы только сможете пробудиться к этому факту, ловите себя всякий раз, когда говорите «я». Не идите дальше. Не забывайте, что нужно помнить о том, чтобы ловить себя. Также вы можете вопрошать, кому приходит это «я», кто думает об этом «я». Если вы будете следовать этим рекомендациям, то ваш прогресс будет стремительным. Если бы вы только знали, если бы вы только понимали, какая огромная сила находится внутри вас. Вы думаете, что вы – это хрупкое человеческое существо, испытывающее множество переживаний, связанных с кармой. Однако, если бы вы смогли отождествить себя с силой, находящейся внутри вас, с этой фантастической силой, находящейся внутри вас, вы стали бы совершенно свободны. Что же за сила находится внутри вас? Это та же сила, которая поддерживает и питает всю Вселенную. Вы должны признать, что что-то заботится о мире, независимо от того, как выглядят вещи. Всему есть причина. Что-то заботится о мире. Я называю это силой, которая знает путь. Тем не менее, вы можете сказать, если что-то заботится о мире, то как могут происходить эти страшные катаклизмы? Ураганы в Майами, землетрясения в Лос-Анджелесе, катастрофы по всему миру, бесчеловечность человека по отношению к человеку. И если я скажу вам, что все равно все хорошо, вы мне не поверите. Всему есть причина, и все прекрасно, замечательно, великолепно. Это кажется ужасным, это ужасно выглядит, но именно так Земля очищается. Сила, которая знает путь, знает, что делает. Я знаю, что это звучит в некотором смысле ужасно, но когда эта Земля перенаселена, тогда возникают катаклизмы и начинаются войны, которые уменьшают население. Представим себе, сколько душ было предназначено для поселения на эту планету. Ну, скажем, 4 миллиарда душ. Поскольку Земля становится перенаселена, то люди должны быть уничтожены, убраны. То, что я говорю, кажется ужасным, но это не так, ибо в действительности никто никогда не умирает. Как же тогда это может быть ужасно? На самом деле ни с кем ничего не происходит. Вот что я имею в виду, когда говорю «всё это космическая шутка». Когда вы читаете газету, смотрите телевизор, когда вы видите, что происходит в этом мире, «всё это кажется вам ужасным». Тем не менее, я говорю, что согласно высшему учению «всё хорошо» и нет никаких ошибок. Планета очищается, когда на ней накапливается определённое количество зла. «когда эта планета становится перенаселена, тогда происходят землетрясения, ушуют ураганы, и всё происходит именно так, как должно происходить». Ещё один способ, чтобы пробудиться, состоит в том, чтобы довериться той силе, которая знает путь. Другими словами, вы должны верить в доброту жизни. Вы должны верить в превосходство доброты. Если вы верите в превосходство доброты, то будете двигаться вверх. Иными словами, если вы, глядя на мерзительные вещи, которые происходят в этом мире, способны посмотреть сквозь них и увидеть славу, радость, счастье и покой, то это означает, что вы достигли огромного успеха. Вот почему я могу говорить только о моих собственных переживаниях. И вот почему людям трудно это понять. В качестве иллюстрации я привожу зеркало, которое не может видеть само себя. Поэтому, когда я смотрю на мир, то вижу себя. поскольку истинное я это сознание, чистое сознание и абсолютная реальность, истинное я способно видеть только это. Я не вижу никакого другого истинного я. Это причина, по которой я могу говорить вам все эти вещи и сказать, что все хорошо и все разворачивается как надо. И это правда. Это то, что я вижу, честно, по-настоящему. Я вижу такую радость, такую любовь, такую гармонию, такой покой. Я вижу вас, как себя. Другими словами, я не вижу ничего иного. Ничего, что отделяет вас от меня. любовь, которую я вижу, это вы. Абсолютная реальность, которую я вижу, это вы. Сейчас я зеркало и не могу видеть себя, поэтому я вижу себя, как мир. Вы – это тоже зеркало, и вы тоже не можете видеть себя. Но что вы видите, когда смотрите на мир? Ваше зеркало покрыто пылью. Вы видите бесчеловечность человека по отношению к человеку. Вы видите страшные катаклизмы и войны. В результате вы расстраиваетесь, беспокоитесь, разочаровываетесь, не понимая, что когда вы ведете себя таким образом, то делаете ваше зеркало еще более замутненным. Видите ли, когда вы живете в относительном мире, когда вы уверены, что вы – это тело, тогда ум представляет собой очень мощный инструмент. Ум кажется очень мощным инструментом. Он дает вам способности к творчеству. С помощью ума вы можете сделать на этой земле очень много замечательных вещей. Они не будут вечными, но вы можете добиться многого с помощью вашего ума. Таким образом, в тот момент, когда вы чувствуете себя ужасно из-за всего того, что видите в этом мире, тогда единственное, что вы действительно делаете, это распространяете эту ситуацию, эти обстоятельства. Вот, что вы говорите на самом деле. Я хочу видеть еще больше этого. Почему? Потому, что вы обладаете творческим умом. Ваш ум создаст все, во что вы верите. Все, что вы чувствуете, все, что вы видите. Ум только умножает то, что вы чувствуете, то, что вы видите, то, что вы верите, и возвращает все это вам. Вот, что происходит со средним человеком. Вот, почему существует так много изменений в вашей жизни. Нет ничего, что было бы постоянным и устойчивым, потому, что так называемый ум работает, основываясь на вашей системе убеждений и создает для вас то, что вам кажется истиной. Поэтому, даже если вы являетесь человеком, вы должны быть очень осторожны с тем, что думаете, с тем, что видите, с тем, во что верите, ибо вы получите все то, что видите и во что верите. Следовательно, если вы чувствуете боль из-за чего-то происходящего в мире, то вы являетесь одним из миллионов людей, которые чувствуют такую же боль. в результате вы только будете способствовать общему ухудшению ситуации. Думая, таким образом вы способствуете тому, что ситуация будет становиться еще хуже, чем была раньше. Сначала ум должен подумать, затем он начинает творить, а затем делать так, что что-то начинает происходить. Именно это я имел в виду, когда на прошлой неделе говорил, что майя это не так уж плохо, ибо вы можете взять из майя хорошие вещи и использовать их для работы над собой. Конечно, вы должны понимать, что играете с иллюзиями. Ничего из этого нереально, оно только кажется реальным. Кажется, вот это длится какое-то время, но подобно всем вещам этого мира, оно рано или поздно должно измениться. Так что если вы мудрые, то вы не будете играть с умом, чтобы он создавал для вас разные вещи. Что вы будете делать, так это постарайтесь уничтожить ум, превзойти ум, разрушить ум за счет того, что станете свидетелем, вышедшим за пределы ума. Вы будете идти дальше и дальше глубоко внутри себя, пока не станете брахманом, абсолютной реальностью. Но опять же, пока вы уверены, что вы человеческое существо, у вас, по-видимому, есть ум, с которым нужно работать. Так почему бы не использовать свой ум для того, чтобы создать господство добра? начните чувствовать и верить, что все происходящее в этом мире не случайно. Вы можете сказать себе, сейчас я этого не понимаю, кажется, что я не понимаю, кажется, будто я не понимаю того, что происходит. Но тем не менее, я знаю, что всему есть причина. И причина может быть только хорошей, потому что субстратом всего сущего является Бог или реальность. Причина, стоящая за каждым явлением, совершенство, покой и мудрость. И начните отождествлять себя с покоем, мудростью, совершенством, радостью и любовью. Я знаю, что это трудно сделать, потому что когда вы приходите домой и смотрите телевизор, то видите, что происходит в этом мире. Вы хотели бы убить плохих парней, и вы любите хороших парней. Однако внутри себя вы должны понимать, что то, что мы называем Богом, не может делать никаких ошибок. Нет никаких ошибок. Если вы чувствуете будто с этим миром что-то не так, то вы верите в том, что Бог делает ошибки. А если Бог делает ошибки, то в этом мире никогда не будет настоящей гармонии. Под настоящей гармонией я подразумеваю то, как вы что-то делаете. Если вы посадите семя моркови, то оно превратится в морковь, а не в яблоню или грушу. Если вы посадите семя капусты, то вы не должны думать про него. Вы и так знаете, что оно должно стать капустой, а не клубникой или мандарином. Все на своем правильном месте. Все разворачивается так, как ему положено. я признаю, что это иногда бывает трудно понять. Но еще раз, начало мудрости это вера в превосходство добра. Даже если вы не понимаете этого. Вы не сможете дальше прогрессировать, если не начнете делать это. Многие из тех, кто пытается практиковать самоисследование, обнаруживают, что его непросто делать. Они говорят мне, это так трудно, потому что в этом мире происходит так много событий. Тот убивают множество людей. Тот так много бесчеловечности человека по отношению к человеку. И поэтому вы не можете продолжать выполнять «Кто я?» Вы можете пойти другим путем. Начните аргументировать это для себя. Начните видеть, что внутри вас есть сила, которая знает путь. Я предаюсь этой силе. Я даю ей мои чувства, мои мысли, мои эмоции, мои разочарования. Я сдаю все этой силе, которая знает путь. Другими словами, уберите себя прочь с дороги. Вы начнете чувствовать что-то новое ровно настолько, насколько вы сможете убрать себя с дороги. Вы начнете чувствовать свою божественность. Это придет просто само по себе. Вы будете чувствовать, что никогда не были рождены, что вы существовали всегда, что вы никогда не сможете умереть, что никто не умирает. Вы почувствуете, что этот мир является иллюзией. Тем не менее, он кажется очень реальным. Вы начнете видеть все творение в самих себе, и вы будете знать, что именно вы создали ту ситуацию, которая предстает перед вами. Как же вы создали ее? Мы возвращаемся к примеру зеркалом. Зеркало не может видеть себя. Оно видит себя как отражение, как мир. Таким же образом вы, как творение, как творец, видите себя. Вот почему два разных человека могут смотреть на мир и видеть две разные картинки. Например, двое из нас могут посмотреть вот в это окно. И если я спрошу, что увидите, то получу разные ответы. Один человек увидит прекрасное озеро, водохранилище, а другой грязь в озере. Один услышит пение птиц, услышит, как щебечут и выводят дверь. А другой воспримет птиц, как досадно неудобство, из-за того, что от них слишком много шума. И так далее, и тому подобное. То, что мы видим, это мы сами, ничего больше. Постарайтесь запомнить это. Вы видите ваше собственное отражение. Это все, что вы видите. Вы не можете видеть ничего другого. Постарайтесь запомнить, и вы дважды подумаете, прежде чем формировать свое мнение о ком-то, или осудить кого-то или что-то. Ибо вы осуждаете только себя. Ваше мнение по поводу этого мира – это ваше мнение о себе. То, что вы думаете о вселенной, вы думаете о себе. Вы есть истинный «Я». И вся вселенная не отделена от вас. Вы ежедневно создаете всю вселенную тем способом, которым вы смотрите на вещи. Тем способом, которым вы видите вещи. Вы есть то. Вы есть истинный «Я». И вся вселенная – это ваша эманация. «Я». Но когда вы становитесь истинным «Я», абсолютным «Я», как вы можете видеть что-то, кроме любви, радости, покоя, нирваны, блаженства? Это не означает, что вы не будете видеть мир. Вы будете видеть мир, как изображение, наложенное на вас. Оно не имеет ни силы, ни реальности, ни вещественности, ни значения. Вы будете в состоянии видеть истинное «Я» прямо сквозь это. Я знаю, что для некоторых из вас это чересчур сложно. Именно поэтому мы используем эти примеры снова и снова. Например, вы смотрите на экран в кинотеатре. Экран считает себя экраном. Он знает себя как экран. Это все, что он знает. Он это экран. Он не знает ничего другого. Затем киномеханик показывает фильм, и на экране появляются различные изображения. Хотя на экране может происходить все, что угодно, экран по-прежнему осознает себя. Даже в то время, когда экран покрыт изображениями, экран не знает изображений. Он знает только себя. изображения постоянно меняются, меняются и меняются. Экран же знает только себя. И тем не менее изображения появляются. И то же самое будет и с вами. Когда вы добираетесь до того момента, когда вы становитесь истинным «Я», весь мир, люди, места и вещи становятся наложением на вас. И потому, что вы естественное «Я», вездесущее всепроникающее, ни для чего другого просто не остается места. Ибо если вы всепроникающие, то как может быть место для чего-то еще? Не может быть изображение вас, ибо вы всепроникающие. Вы естественное «Я», вездесущее, и поэтому ничто иное не может существовать. Даже если кажется, вот-то существует изображение. Теперь вы существуете как абсолютное блаженство, покой и гармония. И это есть ваша реальная природа. Это вы. И в заключение не используйте свой ум для того, чтобы улучшить свою жизнь, или для того, чтобы подсознательно стремиться к тому, чтобы что-то произошло. Дело в том, что глубоко внутри себя вы чувствуете определенные вещи, связанные с этим миром вашей жизнью. И эти вещи произойдут сами по себе. Вам даже не придется думать об этом. Если вам промыли мозги, если вы в течение многих тысячелетий думали об определенных вещах этого мира, то вы стали субъективными. Таким образом, вы не должны даже думать об этих вещах. Они произойдут в вашей жизни, и тогда вы спросите, почему эти вещи происходят со мной? Так случается, потому что ваш субъективный ум создал для вас эти вещи, поскольку вы чувствуете глубоко внутри себя, даже если вы не чувствуете их прямо сейчас. Они субъективны, они глубоко внутри вас. И даже хорошие вещи вашей жизни приходят от вашего субъективного ума. Все замечательные относительные вещи вашей жизни приходят от вашего субъективного ума. Откуда еще они могли бы взяться? А так как ваше субъективное сознание нереально, поскольку оно представляет собой только феномен, оно будет постоянно меняться. Оно будет продолжать постоянно меняться, меняться и меняться. Вот почему в течение года в вашей жизни могут происходить хорошие вещи, а в следующем году в вашей жизни все может идти ужасно, ибо вы не можете это контролировать. Вы позволяете субъективному сознанию контролировать вас и создавать для вас судьбу по его собственному усмотрению, думая о чем-то определенном. номер один поймите, что вы вовсе не ум и что устали от того, что вам приходится делать так, чтобы в вашей жизни что-то происходило. Вас тошнит от этого хорошо-плохо вверх-низ. номер два поймите, что ваш ум это не ваша истинная природа. Вы настоящий это вовсе не ваш ум. Вы это подлинное я, брахман, блаженство, сознание. Вы всепроникающие. Следовательно, ничто не может коснуться вас, кроме любви, чистой, абсолютной, необусловленной любви. Номер три. Поймите, что вы создали всю эту вселенную себя, как движущееся изображение, и освободите себя от этого. Вы не должны быть привязаны к изображениям. Другими словами, вы не должны иметь никаких чувств к изображениям. И если у вас есть чувство к изображениям, то вы втягиваетесь в эту игру, в космическую шутку. И вы верите, что вы тоже изображение, и что вы должны проходить через различные переживания. Номер четыре. Научитесь доверять силе, которая знает путь, которая позаботится обо всем для вас. И номер пять. Это самое важное. «Поймите, что все, что я говорю, это ложь. Ничего не существует. Вы за пределами всего, что вы только можете себе представить. Вы за пределами любых слов, которые вы можете сказать или вымолвить. Вы за пределами всего, что вы только можете помыслить. Вы есть то, и все хорошо». Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Роберт, это как большая ложь, которую вы рассказали нам об экране и изображениях. Эта ложь приходит тогда, когда мы отождествляемся, когда кажется, что без всякой системы выбираем одно маленькое изображение на целом большом экране и каким-то образом отождествляем себя с ним. Важно ли с точки зрения реальности, удается ли нам отождествляться с большим количеством изображений, чем это одно маленькое бессистемное? В субъективном есть что-то под названием ум, которое подбирает для вас изображение. Вы думаете, что вы сами делаете это, но это не так. Все это управляется вашей кармой. То, что вы собираетесь выбрать, где вы будете, то, что произойдет с вами, все это управляется вашей кармой. Поэтому вы думаете, что вы тот, кто выбирает. Я имею в виду того, кто выбирает изображение. Как правило, выбирается только одно тело. В обоих случаях это не имеет ничего общего с вами. Это не имеет ничего общего с вами, как с человеком. И это не имеет ничего общего с вами, как с Богом. И во все было предрешено. Поэтому, что бы вы не выбрали, что бы вы не сделали, все это в любом случае предопределено. Поэтому сдайте себя полностью. И не делайте хуже, думая, будто вы должны что-то выбрать, или будто кто-то что-то выбирает. Вы ничего не делаете сами. Нет личного я, которое что-то делает. Вы не деятель. Все, буквально все, предрешено. Получается, что выбор – это чистая иллюзия? Выбор – это чистая иллюзия. Единственный выбор, который у вас, конечно, есть, это не реагировать на происходящее. И когда вы не реагируете на происходящее, тогда начинаете бросать все. Тогда вы находите свой путь домой. Но сказать так, как вы говорите, выбор – это иллюзия, это совсем не так просто. Это иллюзия, и не иллюзия. Это иллюзия, если вы думаете, что вы деятель, и вы должны сделать выбор. И это не иллюзия, если вы понимаете, что нет никого, чтобы понимать что-то, и что все уже то, что все уже было сделано. Тогда вопрос выбора вообще не стоит. Вы правы. Все те слова, с которыми мы имеем дело, совершенно не имеют значения. В нашем словаре так много слов. Вы видите, как мир движет нами. Начиная с самого детства, мы стараемся создать себе большой словарный запас. Мы хотим знать много слов, и каждое слово имеет для нас значение. Именно слова тянут нас вниз. Все языки, предложения, верования, все они основаны на словах. И мы стараемся быть красновечивыми, мы произносим длинные речи и говорим так, чтобы люди могли оценить нас. Мы полные идиоты. Именно поэтому все ваши высшие мудрецы никогда ничего не говорят. Они очень редко что-то говорят. Когда же они все-таки говорят, то это звучит глупо, ибо они знают. Тем не менее, если вы работаете с людьми, вы должны использовать какие-то слова. Но всегда старайтесь понимать, что слова не имеют смысла. Мысли не имеют смысла. Ваша жизнь не имеют смысла. все то, что вы делаете, бессмысленно. Но тем не менее, вы это Бог. Такое противоречие. Но это истина. Вы за пределами всего, что вы только можете себе представить. Однако если вы подумаете об этом, то окажется, что вы ничто. Если вы должны думать об этом, то вы простофили. Смех. Попробуйте перестать думать и просто быть самими собой. Роберт, так называемый ум и все вещи, которые прежде назывались хорошими или плохими, хорошими или плохими, потому что я так называю плохими. Все это только потому, что я это так называю, знаете ли. Нечего выбирать. Нет ничего желательного, нет ничего нежелательного. Но тогда просто избавьтесь и от того, и от другого. Даже не думайте о них. Зачем называть все хорошее плохим и все плохое хорошим? Делая так, вы просто продолжайте играть в ту же самую игру. Вместо этого избавьтесь и от того, и от другого. Они оба самозванцы. Бросьте их. Даже не думайте о них. Не играйте с ними. Бросьте и то, и другое. Выйдите за пределы хорошего и плохого. Туда, где нет ни слов, ни мыслей. Нет ничего хорошего и нет ничего плохого. Я только думаю об этом таким образом. Да. Но не заменяйте хорошее на плохое или плохое на хорошее, как вы собирались сделать. Просто выбросьте это полностью. Даже не вдумывайтесь в это. Если вы считаете, будто чего-то не существует, то оно растет и становится все больше и больше. Если вам нужно вдуматься во что-то, то вдумывайтесь в кто я. Роберт, когда я пытаюсь наблюдать безмолвие, бездомные умы иногда входят в состояние глубокого сна. Как мы можем перейти к четвертому состоянию? Если вы иногда засыпаете во время практики, то это нормально. В то время, когда вы спите, истинный я бодрствует. Истинный я бодрствует во время глубокого сна, в то время, когда вы пребываете в сновидении, и в то время, когда вы бодрствуете прямо сейчас. Истинный я всегда бодрствует. Истинный я никогда не спит. Следовательно, работа будет продолжаться и в то время, когда вы спите. Если вы практикуете духовные дисциплины и вопрошаете «Кто я?» или «Кому приходят мысли?» и в это время засыпаете, то процесс будет продолжаться и во время вашего сна. Работа будет сделана. И когда вы просыпаетесь, она снова будет продолжаться с того места, где вы остановились. Другими словами, когда вы практикуете Джиняну Маргу, нет никакой разницы между состояниями сна, сновидения и бодрствования. Разница лишь в уме. Следовательно, не беспокойтесь по поводу засыпания. Если вы действительно будете делать эту работу со всей искренностью, то она будет продолжаться, когда вы спите, когда вы бодрствуете и когда вы видите сны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok